Вот такой вопрос. Ты говорил, что у них много ресурсов, у власти, что они этим давят. А вот Павел Ахтема, наверное, плохо видно, спрашивает, так если у вас не хватает ресурсов, зачем вообще начали выёживаться, зачем народ взбаламутили? Теперь народ страдает от силовиков, а вы получаете переводы и языком чешите ещё больше. Смотрите, значит, зачем мы вообще, в принципе, это начали? У нас с вами есть, как говорится, два варианта. Мы с вами можем заткнуться и разойтись по своим кухням, и молчаливо, с нашего такого трусливого согласия мы будем поддерживать этот режим. А можем попытаться ему противостоять. Как мы можем, в какой форме можем противостоять? Некоторые приходят, мои товарищи, которые недавно к нам, первый раз, возможно, пришли, присоединились, и говорят, ну где вы тут раздаёте автоматы? Многие видят эту борьбу так. Кто-то считает, что мы должны, значит, много позиций на эту тему. Я же считаю, что главная борьба сегодня, это борьба за сознание людей. Мы должны тех граждан, которые живут в плену иллюзий, те граждане, которые исполнены ложью, там, верят в это враньё, которое им говорит президент Путин, мы должны это развенчивать. Мы должны снимать маски с представителей власти, с Путина, с Единой России. Для этого наша позиция должна быть аргументирована, должна быть логичная. Здесь мы, да, на протяжении всего нашего, значит, всей нашей интернет-работы, вот этим занимаемся системно. Получается, не получается, это вопрос, как говорится, дискуссионный, но пока рано делать выводы. Пока борьба впереди. И я субъективный фактор этого процесса, я не могу изменить всё, потому что у меня на это большое желание, или там какая-то, может быть, я не знаю, подготовка или эрудиция. Это должно совпать с объективными факторами, причинами, когда власть, войдя в серьёзнейший политический системный кризис, доведёт людей до отчаяния. И в этот момент у людей будет два варианта. Первый вариант – это отделаться какими-то незначительными изменениями и жить в этой несправедливой системе дальше. Что богатые будут богатеть, а бедные будут беднеть. А есть второй вариант, да, он более сложный, и для власти он стратегически опасный. Это добиться максимального уровня сознательности и торжества прогрессивной идеи в головах людей. И на этом этапе коренным образом изменить российское общество. В тот момент, когда вы говорите о том, что сегодня вот многие страдают, да, и их там давят полиции и так далее. Слушайте, этот процесс происходит не потому, что я, значит, проявляю какую-то активность. Даже если бы меня не было на свете, этот процесс всё равно бы торжествовал. И власть бы всё равно по этому пути шла. И всё равно бы максимальную свою, значит, подлость и жестокость в этом вопросе проявляла. Но мы с вами здесь пытаемся прийти к общей мысли, да, к общему мнению. А что нужно делать-то? Какая последовательность в наших действиях? А что мы сделаем, когда мы эту власть победим? И вот на этом этапе нам очень-очень помогает интернет. Когда вы говорите о том, что мы тут получаем какие-то переводы и так далее, вот вся эта помощь в виде донатов там и, значит, благотворительности наших подписчиков, наших зрителей, это меньше десятой части того, что нам приносит монетизация YouTube. И вот эти средства, основные наши расходы, которые у нас есть, связанные с нашей интернет-работой, деятельностью, вот как раз, значит, эта монетизация YouTube, она нам и помогает. Всё остальное дополнительно, безусловно, даёт нам дополнительные возможности, ресурсы. Если нам нужно, например, поехать в Москву, посетить митинг и показать его вам, потому что по телевизору скажут совершенно другое, скажут, что это какие-то американские шпионы, что это, значит, маргиналы, там 20 человек собралось. Вот чтобы мы противостояли в этой информационной войне зомбоящику, у нас есть с вами наши интернет-ресурсы, где мы говорим правду и показываем объективную ситуацию. И чтобы мы эффективно и независимо в этом направлении работали, конечно, нужны ресурсы. Однако, если вы, кто-то мне скажет, что Бондаренко там народный депутат, что мы самые, что не есть гражданского общества, что это и есть народная власть, ну, мне кажется, что и методы финансирования здесь тоже очень себе даже адекватные. Ведь сегодня, да, посмотрите, как функционируют те или иные политики или какие-нибудь там интернет-ресурсы, ну, в них кто-то вкладывает деньги, их кто-то спонсирует, и задачи, соответственно, кто-то для них ставит вполне себе конкретные. Они не являются независимыми, они служат интересам той или иной экономической группы. Да, может быть, даже они там честные, там порядочные, но на определенном этапе у них может поменяться их мнение. А здесь, как говорится, да, правила-то очень жесткие. Мне кажется, что вот эта форма, когда с миру по нитке, да, и каждый там рублем, копейкой это дело все поддерживает, это очень круто. Это и есть народная власть, она так и должна формироваться. Если мы говорим о оппозиции, если мы говорим о таком центре, да, стержне, одном из, допустим, этих, значит, стержней, противостояния, ну, очень круто, что у нас все прозрачно, что у нас все честно, что мы можем смело сказать, что меня точно ЦРУ не финансирует, меня точно из администрации президента не подкармливают. Вот, а для чего просто логически ответить, для чего, если Ютуб нам дает просто очень серьезные ресурсы? Мы снимали несколько роликов на эту тему в эфирах, периодически рассказываем, чтобы у вас было понимание, сколько, сколько, какие средства нам приносит Ютуб. Многие говорят, Коля, ну что ты нас вот этим грузишь, ну это твое личное дело. Нет, я же здесь выступаю не как Коля Бондаренко, я публичный человек, я депутат, и я считаю, что именно таким и должен быть диалог с избирателями, с гражданами, с соратниками, чтобы все было честно и открыто. Поэтому, когда вы говорите о том, что это не очень честно, или с моральной точки зрения, мы же никого не принуждаем. Это добровольный процесс. Я что, кого-то обманываю, обещаю какие-то сулю за это выгоды, что ли, личные? Нет, я говорю о том, что кто хочет, кто к этому стремится, кто считает это правильным, ну круто, вперед, это очень правильно, и это очень поможет нашему делу. Если вы считаете, что, ну так критически оценивая, что наша деятельность бессмысленная, ну что, нам что, закрыть все наши интернет-ресурсы, что ли? Вам, вы считаете, что вы будете лучше жить, что ли, от этого? Это будет для общества, что ли, полезно? Нет, власть однозначно похлопает. Просто представляете, какой для нее геморрой, да? Миллионный ютуб-канал, который вещает на огромную аудиторию и говорит максимально жесткие непримиримые по отношению к этому режиму вещи, тезисы. Для них это будет просто супер. А мы с вами от этого выиграем. Мне кажется, вашей позиции не хватает, да, логики. Мне кажется, что вы здесь не очень дальновидны. Я понимаю, да, что многие обижаются, пишут и говорят, Коль, это все бессмысленно, ничего не получится, мы здесь зря, значит, только силы тратим, да, и рискуем там своей свободой. Но нет другого пути, ну как же вы не понимаете? У нас нет других вариантов. И сейчас наша задача сформировать интернет-ресурсы, которые смогут объединить критическую массу, да? То количество граждан, которые для власти будут действительно представлять. Угрозу. И направить это в легальный протест. Вывести людей на улицу, благодаря какому-то личному авторитету, если кто-то прислушивается к моему мнению, да, или там к медийности какой-то, да? Просто оповестить людей, в конце концов. Этим мы и занимаемся. Я поэтому прошу вас периодически, помогайте репостами, да, распространяйте наши видео, для того, чтобы в борьбе за сознание людей наша работа была еще более эффективной. И у меня огромная благодарность. Вы представляете, вот у нас крупное видео какое-то, ну, которое я посмотрел, там, ну, не знаю, там, сотни тысяч человек, миллион человек, его репостят 20 тысяч раз. Вы представляете, что такое 20 тысяч репостов? Это, то есть, каждый из вот этих сознательных людей добьется той ситуации, что все подписчики, все друзья вот этих тысяч-тысяч людей увидят эту информацию, и многие обратят на это внимание, кто-то проникнется, и мы еще более активно прирастем, мы еще более массово будем набирать свою силу. Поэтому, когда вы говорите о том, что наша деятельность вредная, или мы, значит, тут занимаемся каким-то там плохим делом, здесь два варианта. Или вы провокатор. Я не очень верю, да, что вы служите режиму, власти, и заинтересованы здесь сбить людей с толку. Скорее всего, это делается просто по незнанию, по глупости. Вы хотите найти какой-то легкий путь, и очень сокрушаетесь, переживаете, что мы до сих пор ничего не изменили. Слушайте, ну это тяжелый процесс, это длительный процесс, это марафон. Я не говорю, что вы должны сейчас, значит, успокоиться и пойти, значит, заниматься своими личными делами, раз это все долго, ничего этого дела подождет. Каждый, кто успокаивает раба в вопросе борьбы с рабовладельцем, сам потакает рабовладельцу тем самым. Я никогда здесь никого не успокаивал. Я никогда не говорил, ребят, надо подождать, надо потерпеть. Я говорю, надо выходить. Да, надо идти. Сейчас, конечно, есть вопросы с коронавирусом. Это относительно моего личного участия, моего личного организаторства. Но это не значит, что я вас там призываю от чего-то там отказаться. Ни в коем случае. Я говорю, что это должно стать для нас обыденностью посещать митинги, протесты, участвовать в забастовках, подписывать петиции. Это должно стать для нас нормой нашей жизни. Это должно стать культурой нашей жизни. Люди, которые в этом не участвуют, они будут считаться маргиналами. Они уже считаются маргиналами. И мы будем вносить в это свой вклад.